Очередной сюрприз уральской природы обернулся очередным транспортным коллапсом в Екатеринбурге. Водители часами простаивают в пробках, а пешеходы ловят равновесие на скользких тротуарах. При этом городская администрация рапортует на дорогах две сотни снегоуборочных машин. Отыскать технику попыталась Юлия Воронина. Весной екатеринбуржские водители, видимо, все же встретят в многокилометровых пробках. Еще пару дней назад причиной заторов было внезапное таяние снега. Сегодня на Урал вновь вернулась зима, и чем выше сугробы, тем медленнее движение транспорта. Затруднено движение не только в центре города. На карте «Куда ни глянь» сплошь красный цвет. Пробки достигают 9 баллов. Это ужасно просто. Мы уже часа три, наверное, едем. Надо чистить вообще. Мы ни разу не видели, чтобы сегодня чистили где-то. На трассе чистят, здесь нет. Очень ужасно. Невозможно никуда добраться. По полтора часа везде стоишь в одну сторону, в другую сторону. В социальных сетях десятки сообщений. Тема одна. В Екатеринбург снова вернулась зима. И этот сюрприз вряд ли можно назвать приятным. Пешеходы, пожалуйста, будьте осторожны на дорогах. Под снегом может быть лед. Пока шел двух бабушек, еле успел поймать. Смотрим в окно. Город встал. По центру не проехать на дорогах. 9 баллов. Пробки. А вы тоже попали в пробку или, может, знаете пути объезда? Передвигаться пешком сегодня действительно быстрее, чем на машине. Но явно небезопаснее. Под вновь выпавшим снегом скрывается ледяная корка. Один неверный шаг, и вы рискуете оказаться на земле. Итог такой прогулки. Минимум ушибы, максимум серьезная травма и длительный больничный. Ждут, когда замерзнет все, а потом начинают колотить по сантиметру. Надо сразу чистить, когда влажный снег. А у нас же нету дворников вообще по городу. Нигде. Сын сегодня упал, нашел на работу. Ладно, слава богу, не сломал ничего. Общественный транспорт тоже не радует оперативностью. Впрочем, сегодня водители и сами в неудобном положении. На остановке самолетная. Утром в троллейбус врезалась маршрутка, а следом автобус. Как следствие, сбой в графике движения. Причина все та же. Очень тяжелая ситуация на дорогах. Но смотрите, вообще дорожное покрытие ужасное. Просто ужасное. Накаты на остановке. Сейчас смысла нету даже чистить, потому что техника не справляется. Впрочем, как заявили в администрации Екатеринбурга, ночью на уборку городских улиц вышли 300 единиц техники. В дневную смену работают 200. Но где они, мы так и не увидели. Чтобы перезимовать эту весну, екатеринбуржцам придется набраться терпения. К 22 марта синоптики обещают потепление до плюс 3 градусов и дождь. Но уже через пару дней, согласно прогнозам, на Урал вновь вернутся холода и снегопады. Юлия Воронина, Дмитрий Килин. События ОТВ.